Приветствую вас! Вы знаете, основное качество, которое я увидел вас, основная характеристика, которая мне показалась ведущей здесь у вас, это характеристика неуверенности в себе. То есть вы очень такой неуверенный, совершенно очевидным в себе человек. И, в общем, именно поэтому вы, скажем так, ориентируетесь на мнение, например, людей. Все говорят, что вы должны менять свои планы, потому что вы жена. Вот, и вы, соответственно, прислушивайтесь к тому, что вам говорят, значит, ну, предполагая, очевидно предполагаю, что вы действительно должны что-то. Вот, предполагаю, что вы действительно обязаны. Откуда конкретно ваши неуверенности в себе нужно выяснять, потому что это может быть и как чувство вины, это может быть и как и просто достаточно нечеткая поверхностная система ценностей, которая у вас имеет место быть. Вот. То есть тут вариантов на самом деле довольно много и лучше будет с ними разобраться. Но неуверенность в себе это то, что вам необходимо в первую очередь корректировать. Уже, значит, за ней, за, вот, значит, неуверенностью в себе, значит, стоит обвинение, условно говоря, и чувство долга. Своему мужу, например. То есть вы считаете, что вы ему должны, хотя на самом деле нет и на самом деле вы договорились. Вот. То есть это момент, на мой взгляд, совершенно такой очевидный. Это момент, на мой взгляд, совершенно такой четкий, что вы своему мужу, условно говоря, не должны, то есть вы не должны ему, вы не должны ради него, да, а, значит, жертвовать своими планами, при том условии, что вы его, собственно, предупредили. Вот. Вот. Вы его, собственно, предупредили о том, что, а, ну, что вы уйдете, вот, что вас не будет, он об этом знал и, соответственно, а, просто-напросто предпочел забыть. Вот. И самое главное, что, опять же, мне видится так, что вы, вы, вы знаете об этом, что я вам предпочел забыть. То есть вы, ну, в некоторой степени, вы, вы в курсе этого, вот. Но, отчаянно, отчаянно, не хотите себе в этом признать, потому что, видимо, если, если вы себе в этом признаетесь, то это будет означать, что ваш муж вас так или иначе не ценит, если вы признаетесь в этом. Это будет означать, что для своего мужа вы не так ценны и дороги, как, ну, например, вам этого хотелось бы. Вот. И, в итоге, вам в таком случае, ну, вероятно, придется что-то менять. А у меня что-либо вы сейчас не готовы, на мой взгляд. То есть вы боитесь, боитесь, боитесь перемен, таких стрелок в своей жизни. Ну, опять же, опять же, да, мне так видится эта история. Отсюда, собственно, и ваш вопрос. Сомнение. Не уверен. Отсутствие личной границы. Вот. Вот, при принципе, все. Что касается чувства вины, здесь мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович сказал, что очень правильно, очень верно. Вот. И добавить особо нечего. Вот. Интересно другое. Значит, ну, если мы берем, к примеру, за основу, да, то, что важное чувство вины, которое возникает, это, собственно, ключевой аспект, который промотивировал, вас обратиться к нам, то, смотрите, чувство вины, скорее всего, вами определяется, как должность. То есть, чувство, что я должна была вести себя по-другому. Я должна была, там, например, ну, не знаю, допустим, остаться смузем, да, должна была, значит, не пойти на тренировку, например. А вместо этого, может, должна была остаться и принять то, что пришло для мужа. Вот. Смотрите, какая штука. Вот это, на самом деле, вопрос. Откуда у вас такая позиция, что если вы жена, то вы должны, вот, значит, оставаться и для своего мужа, там, делать, там, эти вещи в ущерб себе? На что вы опираетесь? То есть, то, то есть, по-вашему, жена, это, это раб? Вашему жена, это, придаток, это не самостоятельный, ну, не самостоятельный партнер в отношениях? Конечно, нет. И вы сами, я уверен, это прекрасно знаете. Вы прекрасно знаете, как обстоят дела. Так почему же, на что вы тогда опираетесь в своих суждениях? И совершенно очевидно, что на что-то упор, упор идёт. Совершенно очевидно, что на что-то вы опираетесь. Совершенно очевидно, что вы, условно говоря, считаете, что в себе изменили. То есть, считаете, что нужно по-другому. Вот у вас противоречия. Вот этим противоречиям нужно разобраться. То есть, нужно разобраться, насколько ваши, к примеру, ценности, вот, да, именно, именно ценности, вот. Насколько ваши ценности являются, ну, скажем так, полезными для вас. Насколько ваши установки, которыми вы, значит, оперируете, несут для вас пользу. Вот. Потому что если установки пользы не несут, то их нужно менять. Понимаете? И самое главное, отдавать себе отчёт в том, что ваш муж уже привык к тому, что вы ведёте себя определённым образом. Он привык, он раз забыл о том, что, ну, что вы идёте куда-то, раз он забыл. Значит, ему это не столь важно. Если ему не столь важно, значит, ему не столь важны и ваши желания, и ваши потребности. А если это так, что это означает только одно, что далеко не часто вы ему, своему мужу, то есть, об этом заявляете. Вы себя не цените. Вы не проявляете себе работу там, где её нужно было проявить. Нужно было бы проявить. Вот так. Понимаете? Какая штука. И вот, собственно, пожалуй, на это я и хотел бы изначально обратить ваше внимание. Потому что... Это важно. То есть, чувство вины и определённое родительское влияние, да, оно действительно идёт из детства. Это правда. Но здесь и сейчас вам необходимо начинать активнее заявлять о себе. Здесь и сейчас вам необходимо активнее прислушиваться к себе. Вот я сейчас зачитаю вам то, что вы пишете. Эм... Значит, эм... Так. Видишь, что муж разочаровался и обиделся. Вот понимаете? Обида мужа – это детская позиция, это детская позиция, это поведение ребёнка, которому не дали то, что он хочет. Вот. И обида здесь – это бессознательный, я повторюсь, бессознательный элемент манипуляции. То есть, человек хочет, чтобы вы сделали так, как ему нужно. И интуитивно, инфинктивно он обижается, надеясь так, таким образом получить от вас то, что ему нужно. Ну, а нужно ему, чтобы вы, эээ, значит, сделали как раз вот так, как хочет он. Потому что у него есть, эээ, в голове, определённая, определённая картинка, эээ, миру, миру. И он не хочет от неё отступать. То есть, это детская позиция, позиция манипуляции. Эээ, позиция перекладывания, эээ, ответственно, ответственности на другого человека за то, что нужно мне самому. Понимаете, как это работает? Вы пишите, эээ, вот как тут, эээ, так, значит, эээ, с одной стороны пишите вы, вся вроде должна поддерживать его и в мелочах. Понимаете, эээ, как, как бы вам так сказать, поддержка в мелочах это ни в коем случае не жертва. Опять же, как сказал мой коллега, да? Поддержка в мелочах это ни в жертву, это ни принесение себя в жертву. Поддержать может тот и только тот. У кого, эээ, у самого всё хорошо. То есть, если у человека, вот, например, у вас, да, эээ, если всё нормально, то есть, вы, к примеру, удовлетворены полностью своей жизнью, да, у вас есть всё, что вы хотите. Эээ, ну, относительно, да, на, хотя бы текущий, текущий момент, то вы можете поддерживать. Эээ, за исключением критических ситуаций, когда вот действительно что-то такое происходит критическое, да, тогда да, конечно. Да, безусловно. Но, только так. По-другому никак. Понимаете? Вы же, вы же, вы же, вы же, не будучи удовлетворёнными сами, говорите о поддержке, эээ, своего мужа. Это не поддержка. Это жертвенность. Это, эээ, такой момент. А дальше, эээ, вы можете, вы можете, эээ, человека, эээ, в чём-то не поддерживать. Так это, нормальная практика, что в чём-то человека вы не поддерживаете. Но, вы пишете, я должна его поддерживать. Откуда должна? Поддержка, это ваше право. Это не должность. Откуда вы взяли, что должны? Вот именно должны. Откуда вы это взяли? Понимаете? Это, эээ, проистекает из ваших представлений, о, допустим, том же, эээ, к примеру, эээ, браке. Это проистекает, эээ, из вашего представления о том, как, эээ, значит, эээ, должна быть, быть, какой должна быть семейная жизнь, супруческая жизнь. А почему вы не подвергаете сомнению в свой, в свою позицию? Почему вы не подвергаете сомнению, эээ, свою установку об рук? Это вот не совсем так. И вы видите, что это не так. Потому что, потому что если исходить из вашей позиции, то вы должны себе жертвовать, себя, эээ, с собой жертвовать. Но получается, получается, на мой взгляд, очень интересная история, когда, эээ, почему-то, вот, вы говорите, что я должна его поддерживать на начале, да, а он, получается, нет, он, получается, не должен поддерживать вас. То есть, поддерживать должны, получается, его только вы. И по какой причине это так? Почему вы, условно говоря, менее, 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 ценный, да, чем он? Почему вы считаете себя менее ценным? А это вот на, на это похоже. Очень похоже на дольта, вы считаете себя менее ценный, чем он. То есть, вы его поддерживаете, а он во сне. Далее. Эээ, поскольку вы говорите, что он разочаровался, я так подозреваю, что вы хотите оправдать его ожидания. Относительно себя. То есть, у него есть какие-то, какие-то ожидания по отношению к вам. Вы хотели бы их оправдать. Это очень опасная история, потому что в человеческом ожидании меняются. Меняются они достаточно быстро. И самое главное, оперируя, эээ, ориентируясь на них, на ожидания других, и вы теряете себя. Поэтому тут тоже очень важно понять, какое значение для вас имеет то, что мысль разочаровался. Эээ, дальше, как тут правильно поступить? Соберите. Эээ, свет, свет, ветван. Вы хотите поступить правильно. Но поступить правильно нельзя. Нельзя. Потому что есть такие, эээ, условно говоря, ситуации, в которых поступить правильно, невозможно. Вам необходимо признать этот факт, что есть некоторые действия, есть некоторые ситуации, некоторые обстоятельства, в которых нет правильного решения. Вам также необходимо отказаться от идеи правильных решений в принципе. Их нет. Есть решения, которые выгодны, к примеру, больше вам, ну, в большей степени вам. Есть решения, которые выгодны, в большей степени, там, допустим, вашему мужу. Вот. И все. Эээ, больше нет никакого критерия решений. Правильно, неправильно всегда определяется только людьми. А люди разные, и, соответственно, правильно, неправильно не существует. Но вы пытаетесь поступить правильно. По сути, предъявляете к себе требование невозможное. То есть, вы требуете от себя невозможного. Понимаете, какая штука. Требуя от себя невозможного, вы не становитесь счастливее. Вот. Дальше. Это происходит из-за того, что у вас нет четкого разграничения своей ответственности. Вот. то есть, вы не разделяете и не отделяете свою ответственность за то, что происходит, и ответственность своего мужа. А ведь это очень важно. То есть, вы говорите о том, что хотели бы поступить правильно, говорите об этом вы так, как будто еще раз это зависит только от вас. Но это зависит не только от вас. Это зависит еще и от вашего мужа. Вот. Поэтому предложение, которое вы ему сделали. Ну да, ведомо, отклонено было вашим мужем. В позитивном смысле этого слова. Потому что это не так, как он хотел. Это не так, как ему было нужно. И, соответственно, если это не так, как ему было нужно, то мужчина сразу же посчитал себя обиженным. А ваши сомнения, которые и так, видимо, с вами не просто получили свой выход. Это может быть ладно. Интересный момент здесь представляет то, что вы такое впечатление, да, что прислушиваетесь ко мнениям других людей. То есть, вы говорите, все говорят вот, что я должна поддерживать, я же жена. Это вот очень интересная история. То есть, вы, значит, третьих лиц, если я правильно вас понял, вы третьих лиц спрашиваете о том, как вам поступать. Вот, хотелось бы спросить, почему, почему третьи лица имеют доступ в вашу личную жизнь. Очень бы хотелось, хотелось на этот вопрос получить ответ. Дальше. Значит, как правильно поступить, спрашиваете вы, чтобы что? Это должна быть цель. Должна быть цель. Причем цель одна. Либо я поступаю так, чтобы ему уже было хорошо. Но тогда у этого есть определенная цена. И не очень понятно, готова ли я заплатить такую цену. Либо я делаю что-то для себя. И опять же, и опять же, в таком случае можно говорить о цене. То есть, у всего есть цена. Цена здесь, цена есть и в этом случае тоже. Сейчас вопрос заключается в том, готовы ли вы заплатить такую цену. У меня есть ощущение, что вы ни за одну свою цель, цену не осознаете, и ни за одну свою цель не готовы платить. То есть, не готовы расплачиваться. Не готовы расплачиваться, например, за обиду мужа. То есть, вы не готовы принять это. Вы не готовы платить за достижение своей цели, потому что всегда вы чувствуете себя виноватой. А чувство вины свое вы принимаете безусловно. То есть, как будто оно там, что-то само собой разымеющееся, хотя на самом деле нет. Хотя на самом деле нет, на самом деле нет. Это не что-то само собой разымеющееся. Вот. Понимаете? Какая штука. То есть, вот здесь вот, здесь есть, ну, такие варианты. Здесь есть такие аспекты. И их, эти аспекты, нужно обязательно учитывать. Дальше. Так и не сказал, поменял или нет. А какая вам разница, сказал он, значит, поменял он точнее или нет. То есть, какая вам разница. Если, допустим, это уже не ваша проблема. Поменял он или нет, это уже не ваша проблема, это уже не ваша, собственно, ну, трудность, трудность. Если он поменял, он поменял, если не поменял, не поменял. Вы свою позицию высказали, все. Все как бы понятно должно быть ему. Вот. Так какая разница, поменял он или нет. Вот именно, лично, лично для вас. Здесь, опять, угадывается, прослеживается, ваша ориентированность на человека. Понимаете? Какая штука. И именно это вас, значит, мотивирует обращаться, вот, к нам, чтобы мы вам, значит, помогали. Поэтому, если вы чувствуете вину свою, это, скажем так, чисто ваше восприятие, это особенность чисто вашего индивидуального характера и к реальным отношениям, и к реальному миру, это не относится никак. Если, конечно, только вы не считаете нормальным свою вину. То есть, если вы не считаете, значит, вы должны вот испытывать вину за то, что взяли по-своему. Вот. Еще раз, Светлана, вы пишите, что, значит, «Вчера я записался на утро на 10.30, чтобы сегодня, на упражнение, так как у меня стало болеть, как спина и колено. Вчера заплатила за сеанс заранее». Вот. Завложились денежные в это. «Мужа сказала, он вроде отреагировал нормально». Вот что это значит, вроде бы отреагировал нормально, нужно разбирать. «Почему он не был рад, что вы идете о себе позаботиться?» «Очень была рада, что иду наконец на зарядку со спиной». «Тут тоже эмоция не совсем понятна». То есть, чем вызвано «Очень рада была». То есть, вы, условно говоря, там, ну, впервые, ну, значит, о себе позаботились? Как бы? То есть, вы, ну, впервые позаботились, вы впервые наши заботитесь о себе? Или как? То есть, эээ, почему бы, почему вы были очень рады? То есть, это вот, эээ, важный момент, на мой взгляд. Эээ, природа ваших эмоций, эээ, для меня, ну, не совсем, не совсем ясна. Дальше, эээ, значит, так, утром мне говорит «Ой, ты же дома, сегодня в десять». То есть, говорит о том, что ваш муж достаточно такой непостоянный, да, человек, эээ, непостоянный и, я так полагаю, эгоистичный немного, да, то есть, он делает, ну, множе, множество для себя вещей, вещей. Это очень важно понимать. Очень важно понимать. У этой же дома, это манипуляция, это игра. Это игра. Причем, игра детская. Вы становитесь участником этой игры. Сделай, как я хочу, а не то я. Это классика супровидческих отношений. Такая вот история. Такая вот история. И в некотором смысле, в некотором смысле, вы зависимы от своего мужа, вы все зависимы. То есть, вы не обладаете достаточной степенью, эээ, независимости для того, чтобы действовать не в ущербстве. В принципе, муж этим пользуется и, эээ, еще больше от вас требует, а, значит, ну, каких-то вещей. Вот. Потому что аппетиты через человека растут, как правило. На этом все. Обратите внимание на то, что сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович по поводу чувства вины. Это очень важная история. И на то, что, что, на то, что сказал я. Также очень мне понравился ответ Бориса Никифоров. Он тоже, эээ, достаточно, эээ, важные вещи вам описал. Если у вас остались вопросы ко мне, вы можете задать их в личку. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...